В Русской Православной Церкви осудили насмешки над новостью о мироточении Бюста Николая Второго. О том, что же произошло в Симферополе, ранее в эфире нашего телеканала сообщила депутат Госдумы Наталья Поклонская. И сразу же подверглась массовым нападкам в сети. Что же пишут богоборцы и к чему призывают священнослужители во время Великого Поста? Обязательно это обсудим в нашей студии и посмотрим материал на эту тему. Генеральный продюсер телеканала «Царьград» Константин Малафеев в специальном выпуске программы «Наша точка зрения» прокомментировал заявление представителей либерального сообщества о том, что эфир с участием депутата Госдумы Натальи Поклонской о чуде мироточения Бюста Николая Второго в Крыму был придуман специально для отвлечения внимания от доглада оппозиционного блогера Алексея Навального. По мнению Малафеева, сообщение Натальи Поклонской для православных христиан в первые дни поста не выходит за рамки невероятного. Это хороший показатель того, что сейчас произошло, о том, насколько мы не готовы воспринять что-то более высокое, чем рассуждения о коррупции, о посадках, налогах, кто кого подставил, об интригах. Мы не можем говорить о высоком. То, что сейчас произошло, это высокое. Всех-то обсудим с гостем нашей студии. У нас Валентин Владимирович Лебедев, председатель Союза православных граждан. Валентин Владимирович, здравствуйте. Спасибо большое, что пришли. В принципе, понятно, почему себя на дальнее дело по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ отказался комментировать слова Поклонской. Здесь нет никаких особенностей. Признавать, в принципе, мироточения могут все, и все это понятно. Но церковь считает, нужно проверить подобные случаи достоверности. Никто за это никого не осуждает. Но в интернете по этому поводу поднялась невероятная буря. Что вот посмотрите, даже ваша православная церковь не хочет комментировать то, что сказала Поклонская. Вот в связи с этим, знаете, какой вопрос? Пасха. У нас совсем скоро. Чуть больше месяца осталось подождать. Великий пост. Это такое особенное время, когда люди подвергаются многочисленным искушениям, постоянно нападкам. Они даже не понимают, что с ними происходит. Почему так случилось, что можно было ждать этой реакции от кого угодно? От либеральной общественности, которая, в принципе, русская православная церковь не дает почему-то покоя в последнее время. Но от людей верующих, которые называют себя верующими православными, вот это было очень неожиданно. Как вы думаете, вот не осуждая их, почему это могло произойти? Ой, ну, правильно вы сказали про искушение. Но, во-вторых, ведь есть верующие православные люди особых политических убеждений. Здесь мы ведь речь ведем вовсе не о чуде, не о чудесном мироточении, есть оно или нет. Вы правильно сказали в преамбуле к нашей беседе, что можно признавать, можно не признавать. Что значит в данном случае общецерковное признание? Специальная синодальная комиссия, но она сейчас уже не занимается вот подобными чудесными явлениями. Заявление Натальи Поклонской, это повод. Повод для того, чтобы проанализировать то, что происходит. Нет, я хочу рассказать немножечко. Вот, не занимается. Вы совершенно верно сказали, что можно, еще раз говорю, можно верить, можно не верить. В этом нет ничего особенного. За 26 лет истории мироточения, икон, появления их на стекле. Вот я этим, ну, как бы, так сказать, профессионально занимаюсь несколько неверно, но вот 26 лет редактор журнала «Православная беседа», вот, работал в синодальных учреждениях, прямо за этим наблюдаю. Я вот человек не такой уж мистический, так скажем, но сам, раз, причем на улице, во время общественного собрания в Москве, как раз удостоился видеть мироточение от иконы государя. Вот то есть самое, которое часто бывает в руках у Натальи Поклонской. Прямо по стеклу бумажное изображение. Вы знаете, что было с людьми? Это вот абсолютная была в два часа дня. Я к чему хочу сказать, что это все может быть, но никакой церковной рецепции общей для того, чтобы это признать, вовсе в наше время не нужно. Это достаточно. В нашем храме в селе мироточил образ. Ну и что? Приехал владыка, что ли? Ну нет, конечно. Поэтому удивительная реакция общественности, которая считает себя православной. Удивительная реакция, потому что эта общественность, оставаясь православной, исповедует совершенно другие политические принципы. Православная общественность тоже может быть либеральной. Для этой общественности такого, как говорят, уранополитического направления, то есть проще говоря, космополитического. Вот, наше предание, русское предание русской православной церкви воспринимается часто с кривоватой ухмылкой. У нас есть даже такие известные сайты, между прочим, авторы которых на самом деле являются, что на то дело пошло, не буду называть, волками в овечьей шкуре. То есть, вот скажем, в хорошей просветительской действительно оболочки содержатся, и, кстати, в вашей передаче об этом говорили, между прочим, по поводу матушки Николая, уж тогда чего тут секретничать про правмир, вспомним, вот, и Черностровский монастырь, там есть и другие сюжеты. Вот простодушный человек читает о том, как есть или есть огурцы в Великий пост, но огурцы и так, для смеха. Об этом может быть вкраплено что угодно, потому что вот та самая общественность, о которой вы говорите, действительно является, ну, наверное, мы не знаем степень его церковления, церковные более-менее, справа тоже есть разные люди, тут не будем отдавать предпочтения, но абсолютно далекое, скажем, от тех идей, которые разделяет Наталья Поклонская, в том числе члены Союза православных граждан, но и многие другие православные организации, приходы, отдельные иерархии, священники. Есть и другие, надо сказать, священнослужители, которые тоже придерживаются тех же умений. Ну, какой вам тут царь? Они еле вытерпели иконизацию царя в 2000 году. Так, вот церковь сказала, да, ну, значит, да, но так, чтобы, простите меня, службу какую-нибудь в День памяти? Ну, уж это нет. Чтобы икону? Ну, уж не надо лучше, чем наш храм. Вот новомученики? Да, но не все. Вот такая странная избирательность. Она существует и в других сферах, как бы. Эти люди не отрицают догматы и каноны, конечно. Хотя иногда тоже, знаете, подвергают некоторые вещи сомнениям, ну, не догматические, по крайней мере. Но вот по части нашей истории, тем более истории, связанные сейчас с революцией, с тем же бессмертным полком, в котором шла депутат, еще прокурор тогда Наталья Поклонская... В этом бессмертном полку шло столько людей, начиная от президента, что... От президента. А сколько было разных и смешков, и разных комментариев. Ну, было же все это летом уже. Казалось бы, это же не имело отношения, скажем, к бюсту, к мироточению. Ну, я в него верю, потому что икона царя при мне мироточила. Это может быть. Вот смотрите, Валентин Владимирович, я специально зачту, потому что все говорили о том, что... Многие говорили о том, что иконы, ладно, мы как-то можем смириться, но вот бюст, бронза. Православная среда хорошо известна, и за ее пределами, видимо, совершенно наоборот. Да. Сверество о мироточении плиты Гроб Господней в Иерусалиме. Мощи святого Николая Чудотворца в соборе итальянского города Бари, куда они были привезены из Византии. Это все не фантазия маргиналов, это все было описано в святоотеческой литературе, в богословских текстах, это все указано. Известно, хотя реже, случай о мироточении статуи, например, о мироточении статуи Христа в Мумбаи в 2012 году, или, похоже, случай о стечении кровавых слез из глаз статуэток Мадонны, неоднократно сфиксированной в 20 веке в Италии. Все это было. Дело все в том, что просто чтобы знали наши телезрители, у нас, конечно, изображение святых скульптурное, историческое, не очень развитое. Это наши традиции. В принципе, они могут быть. Я небольшой специалист в церковной архитектуре. Но вспомним Милославенского, да. Но я твердо знаю, да, что северные изображения такие всегда были и есть. И я знаю, что они вот в эти, опять-таки, годы возрождения духовного, ну, последние четверть века, они тоже мироточили. Вот. Немногие. Я говорю, это не является теперь такой церковной. Ну, сенсация не то слово, но все равно, чтобы об этом вот какое-то изображение, где-то пусть даже статуи, на севере замироточило. И вот об этом будет говорить ваш канал, все будут... Вот теперь уже нет. На дворе не 91-й год. Это радостное явление. Это радостные знамения. Но это не означает, что они, действительно, вся церковь, правильно дело сказала, должна говорить и какой-то выносить вердикт. Вот мы признаем. Ну, мироточито, слава богу. Вы знаете, Валентин Владимирович, еще неожиданно, и такой пласт открылся проблем, интернет-публика, как оказалось, у нас совершенно органически не способна не то, что там, обдумать прочитанное, да, поискать какую-либо дополнительную информацию об этом, потому что ей достаточно двух-трех слов заголовка. И на основании этого она делает свои выводы. Никто не задумывался глубже. Всем хватило буквально пары фраз. И это становится, как ни странно, поводом для шуток и поводом для того, что я-то все знаю, я во всем разбираюсь. Вот это время такое странное, спрессованное, да, хлиповое мышление, когда люди, в принципе, как у нас говорят, почему у нас не снимают те фильмы, которые снимались, например, там, в 70-е, 80-е годы? Потому что мы по-другому стали мыслить. У нас четырехсекундная нарезка любого блокбастера должна идти очень четко, иначе человек просто не сможет смотреть, что происходит. А я бы скажу с другой непростительно. Во-первых, в интернете и вот в этом хаосе нет ничего нового. Вообще ничего нет нового и в новых средствах массовой информации. Так вот писали как-то еще лет 30 назад, что умирает пистолярный жанр. Но у нас появились СМС. Что такое интернет? Это на самом деле площадь. Это плепс. Толпа, которая кричит. Вот она крикнет, ассанно. Вот у нас будет верное воскресенье. Я слова просто проповеди. Сегодня мы восклицаем ассанно. Важно, чтобы мы завтра не крикнули распни. Вот что такое толпа. Она может быть еще более дикой. Интернет – это вот что такое. Значит, вопрос не в знаниях, понимаете, о святости, о мироточении, а в том, как расположено твое сердце. Для одного человека такие люди разные, даже не очень выцерковленные. Или были, скажем, я помню, когда вы церковлялись. Вот, все церковное – это только хорошо. Если чего-то не знаю, спрошу. Не знаю – прочитаю, тем более где-то есть. Потерплю. Для других это, в принципе, все равно плохо. Пока плохо, скажем. Пока потому что крутят бесы. Вы верно сказали. Все же это происходило в первую особую неделю Великого Поста, когда читали канон Андрея Крискова. Ну, что перечислять нашим телезрителям? Многие знают о том, что это особая, достаточно, ну, не такая, как страстная уж потом будет, но важная и строгая неделя. И вот тут-то и началось. Хотя героический прокурор, а ныне депутат Поклонская, имеет право делать любые заявления. Что про фильм «Матильда», что констатировать, так сказать, это самое, мироточение от бюста. Может быть, и от бюста, и от плиты, и от статуи. Еще раз говорят, всем известно, вы правильно все сказали. Да будут знать здесь и в интернете. Не знают – пусть стыдятся тогда. Раз как-то вот еще отвлекусь, бесстыдно по поводу церкви, церковной жизни говорят. Вот спросите человека, такого вот в очках выйдет, доцент какой-нибудь, будет спорить здесь, какого-нибудь вуза. Вот вы ему скажите, что он там не знает ничего о литературном процессе. Он и не знает, и не знает, может быть, он технический человек, но никогда в этом не признается. Что касается церковной жизни, один, два из тех людей, которые вне церкви и против, один может гордо сказать, а мы этого не знаем, мы знать не хотим. Хотя православие в данном случае – это основа всей нашей культуры в широком смысле слова. А другие, наоборот, совсем глупые и наглые, тоже пока, мы ратуем за, собственно, преображение этих людей, и оно случается, надо сказать, будет делать какие-то свои собственные богословские комментарии. Он потрясающий, типа, вот недавно какой-то диспут состоялся среди писателей, я сам был свидетелем. Это просто смешно, сейчас будет всем, но и страшновато в смысле образования. Человек, вот такой, как бы, критик, но не совсем страшненький, это такая благоглупость. Что же вы говорите? Это дискуссия в зале среди писателей, что Христос – Бог. Всем же известно, что Он Сын Божий. Вот сказал и сел. Вот что ответить такому человеку? Ну, пойди куда-нибудь, прочти что-то. А вы говорите интернет, а вы говорите толпа. Плюс еще есть такая вещь. Вот помним мы нашу, собственно, ну, оранжево-болотную революцию. Вот бесконечный интернет. Некоторые наивные люди думали, что это какие-то позиционеры. Пусть они там крайне управляемые, пусть они пятая колония. Мы сейчас не про это говорим. Но на самом деле выяснилось, вот я узнал с удивлением, что это вообще не люди, а автоматы, которые ведут беседу и которые могут находиться, скажем, в Калифорнии. Вот вам и вся беседа. Вот вам и вся реакция на слова депутата Поклонской, которая являет явную церковно-патриотическую позицию еще от времен, ну, ранее нами упомянутого, шествия бессмертного полка. Вот, пожалуйста, вот и все. Владимир Владимирович, вот многие либеральные товарищи набросились на саму гипотетическую возможность мироточения бюста Николая II, а между тем это явление хоть и является чудом, но относится, отнять не фантастика, о чем мы уже с вами говорили. И об этом материал Екатерина Аркалова. Что есть мироточение? Это явление, связанное с появлением маслянистого вещества, испускающего благоухание на иконах и мощах святых. Прежде остального для православного человека это великое чудо, которое Господь являет своим чадом в удостоверении своего всемогущества. Православные относятся к теме мироточения трепетно, с благоговением. Отношение скептиков – опиум для народа. Но верующие люди больше других понимают, что такой страх Божий, поэтому ложь и подтасовка в таких вопросах скорее исключение, чем правило. Внешний эффект рукотворного чуда и погоня за ним рассматриваются христианами как величайший религиозный обман. Ответственности и серьезности, с которой следует подходить к чудесному явлению, стоит поучиться у наших предков. До революции делали следующим образом. Если обнаруживали на иконе стечение мира, об этом докладывалось в епархиальное управление, откуда приезжала комиссия и учиняла подробное расследование. Опрашивали свидетелей, тщательно осматривали иконы, ее местоположение, условия ее хранения. Если комиссия давала повод для сомнений в том, что икона действительно мироточит, назначалась другая комиссия, которая учиняла еще более подробное расследование. Выяснялось, не могли ли маслянистые пятна на иконе появиться каким-либо естественным путем. Если повода к сомнению не изыскивали, то икону помещали в киот, опечатывали его, а в некоторых случаях и представляли охрану. И только тогда, когда эта бюрократическая эпопея была проделана и на иконе все равно продолжали выступать маслянистые пятна, икона объявлялась мироточивой. Русские люди веками воспринимали эти явления как знамение Божие. Относительная немногочисленность чудес источения мира указывает на то, что явления эти тщательно проверяли, прежде чем принять. Во всяком случае, ни одно описание содержит упоминание о проверках, специально присланный правящим архиереем комиссией. С первых веков христианства до наших дней встречаются случаи мироточения икон. Так постоянно, на протяжении столетий, мироточат мощи святителя Николая в городе Бари в Италии. Есть мироточащие иконы. Мира появляется и на новых, даже бумажных образах. Однако в нынешнее время не всякий священник поспешит во всеуслышание заявить о чуде, ибо побоится клеветы и наветов. Погоня за чудом ради чуда вообще не свойственна истинным христианам. Сам Христос отказывался дать иудеям знамения, ибо единственным истинным знамением является его собственное схождение во гроб и воскресенье. Это «Наша страна». Мы продолжаем беседовать с Валентином Владимировичем Лебедевым, председателем Союза православных граждан. Прямой эфир из Симферополя с места установки бюста, который мироточат. Критика в адрес церкви, оскорбление депутата. Так отреагировало общество и СМИ на заявление Натальи Поклонской. Все подробности далее. Говорят, в Питере замироточила доска Маннергейма. После новостей из Крыма в Выборге замироточил Ленин. Мироточишь потихоньку. Язвительные мемы и циничные статусы, пошлые шутки и откровенные оскорбления. Все это обрушилось на Наталью Поклонскую в одночасье. Либеральная и богоборческая часть общества все выходные смаковала тему чудесного события в Симферополе. В мерзких и унизительных комментариях начали упражняться даже те, кто разделяет консервативные взгляды и считает себя православными и воцерковленными людьми. И это несмотря на то, что заявление депутата в студии программы «Наша страна» было сделано в первую неделю Великого поста. Хотелось бы немножко похвастаться, потому что мне мои сотрудники звонят из Крыма, из прокуратуры, которые ухаживают за часовней. Вы знаете, сегодня утром бюст Николая II, государя нашего, который мы установили в сквере возле часовни, замироточил бюст. Да, это сегодня случилось утром. Вот это вот чудо, которое не объяснят ни ученые, никто. И это в столетнюю годовщину, видите как. Государю нам помогает, ведь они погибли для того, чтобы мы сделали Россию процветающей и великой. Русская православная церковь отказалась комментировать слова Поклонской и тут же получила свою порцию критики. Между тем, официальные заявления в таких случаях звучат, как правило, после тщательной проверки изложенных фактов, чем церковь, собственно, и занялась. Однако нарушить молчание пришлось. Презрительные насмешки в адрес бывшего крымского прокурора не дали возможности остаться в стороне. Так епископ Троицкий Панкратий на своей странице в соцсети призвал не критиковать молодую, пока не искушенную в политике, Наталью Поклонскую. И предложил верующим не обращать внимания на богоборцев и сетевых пустобрехов. Думаю, что в случаях мироточения или иных подобных необычных явлений, связанных с церковью, презрительное глумление или, напротив, восторженная экзальтация, совершенно неуместны. Безусловно, требуется тщательная проверка этих явлений. Но до официального подтверждения или опровержения надо следовать мудрому совету святых отцов. Не принимай и не отвергай. От слов примирения до настоящих угроз. Некоторые из защитников Натальи Поклонской попытались поговорить с обидчиками на их же языке. Бывший священнослужитель Ивана Хлобыстин, например, пообещал в рукопашную разобраться с врагами. Однако подобная реакция общественность удручает так же, как и кощунственные нападки в отношении самой Поклонской. Но в преддверии столетия, гибели мучеников, страстотерпцев, священный период Великого Поста, каждый из тех, кто называет себя православным, уже сейчас без громких заявлений в социальных сетях может провести тест. Проверить себя на смирение, милосердие, негневливость и любовь. То, чего и ждет от нас Господь в преддверии светлого праздника. Иван Колесников, Екатерина Козлова, Царьград. Валентин Владимирович, но еще по большому счету, все, что связано с Русской Православной Церковью, оно все время в центре внимания в последние месяцы. Начиная с Исаакиевского собора, с этой истерии. Я только хотел сказать, да, это же одна кампания. Это же вот оно идет и не заканчивается. Что происходит? Вот происходит, у нас мы видим несколько волн, упомянутого 12-го года, когда началась у нас болотная та же оранжевая революция, все признаки были. Этого хотели, конечно, разрушить наше государство, мы видели, что творилось. Но вот, так сказать, Бог миловал Россию, кстати, молитвами и державных святых, и великих князей, и царя Николая, и, конечно, тех, кто в свою бытность отвечал за державу. Права поклонств, как она говорит, что их молитвами. Если мы же верующие люди, и знаем, что церковь канонизовала тех же самых князей, там Александра Невского. За смирение закона. Да, да, Владимира князя, с памятником которого, как боролись весь 15-й год, те же люди. Вот чем памятник? Вот спросим. Вот давайте там глупые упоминания про Ленина. А вот я скажу так. Вот неожиданно появился бы Ленин ночью в бывшем здании обкома. Ну что мне, православному человеку, до коммунистического чуда? Да ну ничего. Ну, предположим, так смешноват. И бороться бы не стал. Значит, здесь речь о другом идет. Вот мы опять говорим, мы говорим про искушение. Первая неделя поста. В то же время, да, эти дни четко не обозначены. Это будет 2-й, 15-й марта. Новый стиль отречения. Но все эти дни революция. Что такое революция? Пусть даже якобы мирная февральская. Это хаос. Вот этот хаос через 100 лет, да, линейное время, может, не играет роли. Но поскольку в нашем сознании личным и коллективным играет, то вот тут же нам и лукавый, и толпа, та же в интернете, опять являет очередную волну хаоса. Поскольку природа революции в основном никак не вызвана экономическими нюрядицами в России. Все данные неверные. Россия была процветающей страной. Даже какой-то критический данные. Абсолютно. Два лагеря, Валентин Владимирович, просто. Что она пятая просто по счету. И в то же время уровень был выше, чем Великобритания. Но дело не в этом сейчас. Вот опять, понимаете, схлестнулись. Опять схлестнулись друг с другом. Эти люди в хаосе революции. Но чего хотят-то эти люди? Вот что им нужно? Какая конечная цель? Они хотят, как и 100 лет тому назад, поскольку, повторяю, в сознании линейному человеку живы в это время, могло быть и год тому назад стоят. А нет этого, на самом деле. Раз в другое время важно. Церковный календарь, предположим. Но это не важно. Тоже, извините за тавтологию. Что они хотят? Они хотят разрушения исторической России. Поскольку сейчас происходит, худо или бедно, иногда и не так худо, возрождение нашего Отечества со всеми трудностями. Но это в сравнении надо все-таки все познавать. Они этого не хотят. Чего хотели люди на Болотной площади в 12-м году? Разрушение нашей государственности. Какие лозунги при этом звучали? Да те же самые, что в 17-м году. Какие? Мир хижинам. Война дворцам. Война идет. А теперь называется слоганами это все. Фабрики рабочим. Землю особенно крестьянам отдали. Имея в виду коллективизацию. Чуть по-другому не назвал. А сейчас что? Партия воров и журналисты. Так это то же самое. Главное, чтобы вышли на улицы, убили городовых, сбросили колокол. Все абсолютно то же самое. Как в 17-м году хотели смещение элит. Но никто не понимал, что неуправляемый процесс революции превратится в хаос, который невозможно контролировать. Те, которые думали, что они поменяют две пешечки на царском престоле, они не знали, во что это выльется. И не понимали, что делать с этим дальше. Они сами оказались, как мы знаем, славейшими людьми. Хорошо, ничему не учат, получается? Или историю учат в школе пока плохо? Что люди не могут сделать элементарные выводы из происходящего? Во-первых, для начала вы правильно сказали. Во-первых, надо разобраться с нашими учебниками истории. Уже начали разбираться. В сентябре уже новый учебник выйдет. Но вообще, что касается царской России, если придерживаться, ну, три таких очень грубых подхода к действительности к истории. Коммунистический. Сейчас коммунисты разные при этом. Не все против царя и истории. И даже есть православные коммунисты. Это уже официальный факт. Они сейчас не являются большевиками, либералы, многие из которых, ну, не либералы, консерваторы, конечно, а вот западные, космополиты и так далее, которых часто называют коллаборационистами и так далее, они, ну, они продолжатели дела просто большевиков, комиссаров пыльных шлемов. Ну, какие тут иконы, какие чудеса, какой тут, может быть, царь? Ну, и как бы русское направление историческое тоже там не без греха, если разбираться. Ну, вот три таких вот, три есть направления для России. Ну, последний, то есть последний, третий перечисленный, на самом деле, для меня первое, я сам, ну, скромно считаю, что принадлежу, как и канал Царьград, я думаю, к этому, к русскому направлению историческому, конечно, ратуют за возрождение нашей традиционной жизни. Ну, с какой-то, естественно, модернизацией. Это тоже понятно, чтобы эти сразу не решили, что вот, наверное, там кем-нибудь пойдут бани, гармонь. Не об этом речь идет. Вот, конечно же, все равно наша жизнь. И, естественно, все эти люди против. Но не нужна же им Россия, великая. Вот в чем все дело. Им нужны великие потрясения, расчленение нашей державы, инкорпорирование, ну, в какую-нибудь организацию типа Евросоюза. Ну, давайте говорим же откровенно. Мы все, Америка, Америка какая-то. Ну, не Америка управляет миром. Давно уже известно, даже в 13-м году объявлено. Международные интерструктуры, они ставят свои задачи. Вот так у нас отняли Украину в 91-м году и заставили разбираться сейчас в Донбасско-Луганской проблеме. Валентин Владимирович, мы можем пожелать пост только смирения тем людям, которым сейчас неспокойно на душе. Друзья, надо поберечь себя и поберечь свою душу. Валентин Владимирович, вам спасибо большое, что были с нами. Нет, абсолютно, это все как надо. Главное не поддаваться искушениям, помните о том, что происходит. А главное помнить, что в эти дни просияла, явилась державная икона Божьей Матери. Совсем немного до 15-го числа осталось подождать. А не революция была. Вот так, по-моему, надо мыслить. Катафатически говоря. Ну что ж, Великий пост, как мы знаем, не обходится без чудес, так и без искушений он тоже не обходится. Поэтому не случайно именно на первой неделе Великого поста нам пришлось столкнуться с настоящей волной глумлимых комментариев, которые были направлены в адрес святого императора Николая II. И вот что по этому поводу сказал клирик храма Воскресения Слабущего на Успенском вражке Петерей Андрей Ткачев. С одной стороны, есть блогеры, острословы. Значит, это диванная сотня рогатого князя. Есть высокообразованные православные, высоколобые, так сказать, такие, да. У них вообще истечение мира вызывает сомнения, даже если речь идет о Николае Чудотворце или Дмитрии Солунском, который назван мироточивым. Для них это все, так сказать, психологические факты внутренней жизни. Спорить не надо. Надо знать, что Бог не перестанет творить чудеса, если будут верующие люди в мире, для того, чтобы укрепить их. И отдельное слово благодарности рабе Божией Наталии, которая поклонская, потому что эта маленькая женщина, этот воробушек в женской плоти, значит, на самом деле храбрее и мужественней тысяч мужиков, которые легли бы под фашистов в Крыму. Легли бы спокойно и делили бы дальше свои бюджеты и распилы, и схемы бы свои строили. Этот воробушек взял на себя непосильную задачу. Царь Николай еще свое слово скажет. Царь Николай сегодня в царстве правды. Это мы здесь в потемках бродим. Он там, где все светло и ясно. Он еще скажет не одно свое слово. Дай Бог, чтобы не оглохли те, кто слово это услышит. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры делал DimaTorzok Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...